Кореи арестовали владельца крупнейшей криптобиржи. Аналитическая компания Chainalysis сократит персонал на 5%. А также столетний соратник Баффета призвал запретить криптовалюту. Заваривайте чаек, присаживайтесь поудобней. Начинаем! Владелец крупнейшей в Южной Корее криптовалютной биржи Bitham был арестован по множеству обвинений, включая неисполнение служебных обязанностей, манипулирование рынком и мошеннические операции, пишет CoinTelegraph. 41-летний Кан Чон Хэн, старший брат Кан Джи Йена, вообще не знаю кто это, главы Ин Бай Джин, дочерней компании Bitham, которая владеет наибольшей долей Vendetta Vendetta, крупнейшем акционере Bitham с долей 34.2%. Скорее всего вы так же как и я слышите первый раз о данных персонажах. Но здесь самое главное уловить суть. Давайте закончим с данной новостью, а дальше расскажу свои мысли по этому поводу. По версию прокуратуры, братья вступили в сговор с целью присвоения кооперативных средств и манипулирования ценами на акции InBuygen и компаний по производству видео Bucket Studio. Путем выпуска конвертируемых облигаций, Кан Джи Йен извинился перед акционерами и сказал, что претензии к его брату пока не подтверждены. Однако он будет сотрудничать с властями в расследовании. Агентство Национальной налоговой службы Южной Кореи начало расследование в отношении крупнейшей криптовалютной биржи Южной Кореи в начале января. Следователи провели обыск в штаб-квартире BitHam в Сеуле в рамках налогового расследования. В конце декабря крупнейший акционер BitHam был найден мертвым перед собственным домом. Он также стал объектом расследования на фоне обвинений в хищениях и манипулирования рынком. Подозревали, что Пакмо покончил с собой из-за выдвинутых против него обвинений. Объем торговых битхам за сутки составляет 370 миллионов долларов, биржа предлагает 191 монету и 287 торговых валютных пар, наиболее популярной из которых является биткоин корейской войне. Дорогие друзья и вновь прибывшие, повторю еще раз. Заводите холодные кошельки. С начала 2022 года я постоянно вам говорю одно и то же. Выводите свои средства с бирж и переводите их на программные либо холодные кошельки. Я лично пользуюсь старым кошельком Ledger, а также у меня есть новенький сейвпал. Не пожалеете вы денег на собственный сейв для криптовалюты. Сейвпал стоит всего лишь 50 баксов. Зайдите на сайт, это ни в коем случае не реклама. Никаких ссылок я оставлять не буду. Я сам им пользуюсь и вам советую. Принцип работы также с криптовалютой, которую я вам советую. То, что я покупаю, я и обозреваю. Пройдет еще немного времени и биржи начнут скамить. Регуляторы за эту тему взялись очень крепко, особенно Штаты и Южная Корея. Поэтому во избежание блокировки ваших средств просто переведите на холодный либо программный кошелек. Благо их очень много сейчас. Аналитическая компания Chainalysis уволит более 40 из своих 900 сотрудников. А это 4.8%, сообщает Forbes. Причиной сокращения стало снижение спроса на услуги компании в частном секторе. Chainalysis – это аналитическая компания, основанная в 2014 году. Она предоставляет государственным учреждениям и правоохранительным органам инструменты отслеживания операций в блокчейне, а также помогает криптобиржам выявлять кошельки злоумышленников на долю госструктур, таких как ВБР, Управление по борьбе с наркотиками США и Комиссия по ценным бумагам и биржам США SEC. Исторически приходилось около 60% услуг компании. Среди ее клиентов – онлайн-брокер Robinhood и банки BNY Mellon и Berkley's. Компания объявила о реорганизации почти 5% рабочей силы, рассказала изданию директор по коммуникациям Мэдлин Кеннеди. Она уточнила, что некоторые работники теперь получат новые задачи, а часть сотрудников, в первую очередь занятых в сфере продаж, были уволены. Основной причиной сокращения назван обвал спроса в частном секторе, произошедший из-за снижения объемов торгов и обвала цен на цифровые активы. Также платформа занимается переориентацией на разработку новых продуктов и намеренно сфокусироваться на клиентах в госучреждениях. Из моего личного опыта сокращение персонала – это первый путь к банкротству. Это не касается только криптовалютных площадок. Вообще, в принципе, когда ты понимаешь то, что твой бизнес идет коту под хвост, все, что ты можешь сделать – это сохранить хотя бы небольшую часть средств, чтобы хватило на зарплату оставшимся работникам. Ты должен показать государству то, что у тебя действительно есть проблемы в компании, для того, чтобы в будущем подать на банкротство. Нельзя просто так взять и стать банкротом. Это довольно сложная процедура. И обычно хозяева, гендиректора компаний пытаются как можно дольше тянуть время, но и при этом они не хотят платить со своего кармана, а для этого они увольняют сотрудников. Но если брать именно этот случай, то, скорее всего, 4% является лишь профилактикой. Это вполне нормальная процедура. Вице-председатель Berkshire Hathaway Чарли Мангер призвал правительство США запретить криптовалюты, по примеру, Китая, сообщает CNBC. Криптовалюта – это не валюта, не товар, не ценная бумага, сказал Мангер, которому недавно исполнилось 99 лет. Мангер и его деловой партнер Орен Баффет являются давними скептиками криптовалюты. По их словам, криптовалюта не является материальными или производственными активами. Ну, ребят, что сказать, 99 лет. Инвестировать времени уже нету, к сожалению, остались считанные дни. Ну, а считай, то, что биткоин является нематериальным, ну, возможно, это и так. Только в биржах работают люди реальные, майнинг-фермы реальные, и люди, которые фармят, покупают айсики, другие устройства для фарминга тоже реальные. И продается биткоин вполне за реальные деньги. Тут, по большей части, вопрос уже в кусовщине. Я не спорю, если в твоем наследии тонны золота, то на кой тебе биткоин и криптовалютный рынок в целом? Конечно, у тебя все хорошо, но нужно же подумать еще и о нас. На торговле золота много не заработаешь, в отличие от криптовалюты. Кстати, если тебе интересен профит за последний месяц моего закрытого чата, посмотри вчерашний ролик. Подсказка появилась, переходи по ссылке. Кстати, можешь поставить еще лайк, буду очень признателен тебе. Не забываем, неделя подходит к концу, завтра уже суббота. А в эти дни обычно я разбираю всякие разные альткоины, которые вы оставляете в моем телеграм-канале. Да, помимо закрытого чата, у меня есть еще открытое сообщество в телеграм. Также имеется чат, можем общаться с вами на абсолютно любые темы. При условии, если вы соблюдаете все правила, которые висят в закрепленных сообщениях. В общем, милости прошу. Ссылка на телеграм-канал в описании ролика. Всем до завтра.